Здарова, народ! Сегодняшнюю серию по второму андерграунду я хотел бы начать немного неожиданно, очень неожиданно. Я хотел бы отправиться вот сюда, в автосалон. Нет, не то, чтобы я хочу что-то себе новое купить в плане авто. Нет, конечно нет. Я хотел бы посмотреть на автомобили... Блядь, она когда-нибудь заткнется или нет? Я хотел бы посмотреть на авто, которые у меня стали доступны за все это время. Я думаю, вам тоже было бы интересно, поэтому... Давай сразу промотаем, куда тут... Например... А, ну вот сюда. Nissan 350Z, кстати. Ну да, характеристики у него будут посильнее, но... Я не буду менять, я уже говорил почему. Infiniti G35. Mitsubishi Motors 3000 GT. Pontiac. Ford Mustang GT. Nissan Skyline доступен. Lancer Evolution 8. Странно, он открывается в самом конце? Серьезно? Ладно. Ну и, собственно, вот Mazda RX-7. Такие дела. Ладно, погнали отсюда. Да, полетели. В общем-то... У нас впереди еще куча гонок, которые нужно преодолеть. Это, кстати, последний этап, я напомню. И... Сегодняшнюю серию я хотел бы провести немножечко неожиданно для вас. Дело в том, что в сегодняшней серии я хочу попробовать повырезать моменты, когда я буду добираться от одной гонки к другой. Небольшое разнообразие. Посмотрим, насколько это сэкономит время записи серии. Итак, у нас для начала дрифтинг. Это не тот, это секретный дрифт. То есть, да, пока что дрифт-трек не тот, который от спонсоров. Такие дела. И, по-моему, у меня появилась какая-то маленькая проблема. Посмотрите на мой никнейм прямо сейчас. Сейчас. Вот он появится в таблице. Там вместо моего никнейма стандартного появляются какие-то символы идиотские. Сейчас после этой гонки я хочу на мгновение буквально перезайти в игру и посмотреть, что это вообще такое, что происходит вообще. Потому что, когда я сделал обложку DVD, ну, вчерашняя она у меня не сохранилась почему-то, я смотрю на никнейм, и там почему-то не спектр, а какой-то о-о-о-о-ой, что-то вроде этого. Я нифига не понял, поэтому мне надо будет перепроверить это все дело прямо после этой гонки. Так, в общем-то, последний круг. Трасс, слава богу, достаточно короткая. Типы нам тоже вроде проблем не составляют. Вон, они даже помогают нам дрифтить. Так что, да, я нифига не понимаю, схерали у меня ник переделанный. Неожиданно появился. Да, дайте-ка я сейчас гонка закончится. Перепроверю это чудо. Отлично. Результат почти 80 тысяч. Так, теперь вот... Теперь один момент. Я перезайду в игру. Короче, я загрузил свою учетную запись, и посмотрите, где я. Да, мне снова надо проехать, сделать эту обложку и снова пройти этот гребаный дрифт-трек. Айн момент. Так, тут крутятся газетчики и стриткар. Сделай грудь колесом. Стриткар-магазин. Хочется фотографировать на обложку. Отлично. Так, все, вроде записью эту проблему я решил. Все, погнали дальше спонсорскую гонку проходить. Это дрифт. Еще, кстати, две таких надо пройти, напомню. Ну, в смысле, без этой одну, получается, дрифт-гонку всего лишь надо преодолеть. Поэтому проблем вроде как никаких с этим у меня не должно быть. Да, попробую внести какое-то разнообразие даже в прохождение второго андерграунда. Как бы покупка новых авто или там замена деталей как-то не повлияет особо на проходняк. Поэтому, да, попробую эту серию сделать максимально короче для вас. То есть буду вырезать все городские поездки. Но так будет только одну серию, окей? Просто небольшое разнообразие, понимаете? Учитывая какое количество просмотров на каждой серии по абсолютно любым играм, которые я прохожу для канала, да? Хотя, кстати, нет. Первый андерграунд, по-моему, даже неплохо набирал, в отличие от всего остального. Но на втором андерграунде, в общем, все находится под одним принципом. Господи, поскорее закончи проходить эту игру и все. И никаких проблем не будет. Так, нам сюда. И сюда. Вот и все. Так, последний круг остался. Последний круг. И далее посмотрим, что нужно будет выполнять. У меня, я помню, кульчик кольцевых гонок осталось, еще не пройденный. Но я их, как вы понимаете, трогать не буду. Зачем? Если только прям выбора уже никакого не останется, тогда, да, придется кольцевые тоже проходить. А так они для меня ничего не представляют в этой игре. Хотя, конечно, не спорю, в первом андерграунде тоже там кольцевые были. Хотя нет. Там, по-моему, минута, это примерно... Примерный максимум даже был, я думаю. Так, все выполнено. Все, отлично, поехали. Далее мы с вами отправляемся, знаете, куда? Далее мы с вами отправляемся вот сюда. Увидимся на треке. Так, на старте. Стрит Икс новый. Полетели. Выполнять его. Плюс тут находится турнир. Наконец-то, кстати, я турниры стал как-то чередовать с обычными гонками, согласитесь. Такое очень редко у меня увидишь, на самом деле. Но увидеть все-таки можно. Так, ты у нас... Ну да, да, челик, да, да, да. Ты же не дашь мне проехать. Кусок говна ты такой, а. Ладно, нормально. Обычный стандарт. Искусственный интеллект второго андерграунда. Я, кстати, почему-то сегодня, когда садился перед записью, да, за эту серию, я почему-то неожиданно начал осознавать, почему я никогда не проходил второй андерграунд. Ну, просто к пятому этапу уже это однообразие надоело, правда. Это однообразие надоело. Плюс, для, наверное, одной из следующих серий мне придется сгонять кучу дуэлей здесь, чтобы заработать уникальные детали, которые нужны будут для десятизвездочного рейтинга. Поэтому... И вообще интересно, наберу ли я этот десятизвездочный рейтинг, потому что... Это будет делать очень тяжело. Если, не дай бог, детали с дуэлей помогут не на сто процентов поднять десятку рейтинга в этой игре, тогда... Я не знаю. Наверное, все будет потрачено зря, как говорится. Ну, ладно, к этому еще вернемся, в общем-то. Сейчас пока посмотрим, что из себя представляют эти гоночки. Хотя, в принципе, ничего нового я тут не увижу, на самом-то деле. Ну, да ладно. Разнообразие какое-никакое все-таки будет тут присутствовать. Так, что, в общем-то, хочется сказать? Сегодня у нас какой? 29 сентября. В общем, не получилось у меня выполнить план и начать проходить панишера в сентябре. Поэтому панишер начнет, скорее всего... Ну, точнее, не скорее всего, а понятное дело, что в октябре. Я так думаю, на следующей неделе он начнется. Потому что надо уже начинать это все дело. Ну и посмотрим, да, в принципе, как оно там пойдет у нас. Ну, ладно. До этого еще дойдет. Последний круг у нас. И, в принципе, далее можно будет не вырезать поездку и сразу отправиться к турниру, который будет недалеко тут. Так что, да. Еще раз напомню про то, что обложки DVD я буду выполнять в самую последнюю очередь. Потому что для этого надо будет гонять дуэли. И лучше сначала закончить с обычными гонками, за которые тоже дают какие-никакие награды. Так, выполнено. Поехали далее. Собственно, турнир. Вот он. Снова на трассах Формулы-1. Погнали. Я так понимаю, у нас тут будут... А, три круга. То есть у нас снова будет турнир, состоящий из трех гонок по три круга. Окей, ладно. Вот, кстати, да, первостепенная причина, почему я не хотел допроходить второй андерграунд никогда. Унылость. Унылость, потому что тебя принуждают к грайнду. Для тех, кто не знает, грайнд это... Нет, принуждение к грайнду. Это когда ты выполняешь побочные задания, потому что от тебя этого требует игра. Побочные задания или побочные функции в игре от самого слова побочные. Это означает, что игрок может их выполнять по желанию. Однако здесь, для того, чтобы пройти игру полностью, нужно апнуть 10 звезд визуального рейтинга. И для того, чтобы получить детали, которые поднимут очень много этого рейтинга, необходимо гонять дуэли по городу, которые являются как раз-таки этим самым грайндом, побочными заданиями. Вот первостепенная причина, почему андерграунд второй явно не достоин моей оценки в 10 баллов. Ну, баллов 8, наверное, 9 я бы ей дал, потому что НФС-то хороший. Как бы никто не спорит, НФС-то тут вообще прекрасно. Ну, побуждение к грайнду, искусственное растягивание основной сюжетной линии своеобразной, ну, кампании, да. Это безусловный минус. Поэтому, как это будет происходить в НФС Most Wanted, я, честно, пока не знаю еще. Но до этого дойдет, как вы понимаете. Ладно. Не будем пока о плохом говорить. Что вам еще рассказать? Я думаю, что к началу следующей недели, то есть к следующему понедельнику, на канале будет небольшой юбилей под... Ауч! Под названием 95 тысяч подписчиков. Это, конечно, безусловный плюс. Я шел к этому очень давно. И очень буду рад, когда увижу эту цифру наконец-то на канале. Ну, и останется добрать всего каких-то 5000 новых аккаунтов на канал, да. Потому что, знаете, почему я говорю не 5000 человек? Многие дети пишут мне в комментариях то, что я настолько крутой, что они там зарегают еще два аккаунта и подпишут их на меня. Да, только проблема в том, что они не знают, что YouTube ежегодно проводит чистку каналов, на которые не заходили на протяжении какого-то срока. И эти каналы, которые они нас создают в итоге, их потом удалят. Ну, может, не через год, но через два точно. Поэтому я говорю, что осталось дождаться именно 5000 аккаунтов на канал, которые подпишутся. Ну, в общем, вы понимаете, я думаю. Ну, как бы, моего принуждения здесь нету. Это понятно. Я никогда этим вообще не занимался, если честно. Ой, я даже успел за минуту этот круг пройти. Меньше, чем за минуту. Следующий этап. Опять три круга, как я понимаю, да? Ну да. Кстати, да, не забывать про всплеск нитро. Нужно. Иначе все будет очень плохо. Вот, секунду. Продолжаем. Маленькая техническая заминка, скажем так. Ну да ладно. Ну, в общем, вот, я вам рассказал тут основное что-то. По поводу НФСа в целом. По поводу всяких там андергрундов. Такие дела. В общем-то, трасса тоже примерно минута круг. Я даже думаю, побыстрее будет. Учитывая, что это был стартовый круг. И сразу сколько тут? 56 секунд, да? Да, 56 секунд. Нормально. Вот такие гонки, кстати, хорошо терпятся на самом деле. Чисто по три минуты трек. Ну, понятно, что девять минут. По четыре было бы восемь. Ну ладно. Разница все равно, конечно, есть, как говорится. Ну так вот. Поэтому, знаете, если вы будете замечать то, что когда я буду проходить новые игры, я не буду обращать внимание на какие-то побочки, гринды и тому подобные вещи. Просто забейте. Потому что при таком количестве просмотров на, например, втором андерграунде, да, я уверен, что и на Панишере будет столько же, и на Мост Вонтеде будет столько же. Это первостепенная причина, почему я обхожу игру как можно быстрее. То есть выполняю именно основную сюжетную линию, скажем так. Ну, в Панишере-то понятно. В Панишере как бы побочных заданий нету. Там все задания основные. Да и при том игра проходится быстро, она достаточно короткая. Ее можно даже, я бы сказал, за один присест прям выполнить. Единственная проблема, мой нелюбимый остров Гранд Никсон там будет. Но что же поделать? Придется потерпеть. Ничего с этим не поделаешь. А тем временем у нас заканчивается вторая гонка в турнире. Давайте прожимать максимум. Та-дам! Готово. 2.33.88. Нормально. И мы идем далее. И еще одна гонка. Ага. Мазда РХ-7 я тут смотрю есть. Точнее, одна. Я почему-то сказал во множественном числе. Но она вот одна была. А, блин, опять этот поворот. А я его вспомнил, кстати. Я в прошлой серии, по-моему, этот поворот первый раз вообще видел. А вот по поводу трека я снова забыл, что он из себя там представляет. Ладно, пацаны. Ладно, пацаны. Да, уступайте дорогу. А-а-а. Вау. Вы только посмотрите на эти свихрени просто. Обалдеть. Ну да. Что еще вам рассказать? На самом деле, я не знаю, какой-то день сегодня не задался. Что-то на работе... На работе трындец какой-то случился утром. В общем, посрался со сменщиком там своим. Притом... Ну, так-то не посрался, понятное дело. Чисто, ну, на словах там переговорили, понятно. Я пошел домой. Домой пришел. Тут бардак у меня творится полный. Не буду, конечно, говорить, что, но бардак полный у меня тут творится. И, знаете, как-то садишься чисто на дизморали это все записывать. Попутно... Попутно там еще какие-то вещи, считай, делаешь. Да, вот отхожу, например. Не знаю, в общем... Я ебал, скорее бы, 26 октября. Я уже... Я уже не вывожу просто так жить, серьезно. Это работа, это просто полное дерьмо. Обалдеть просто. Ну, ладно. Я, может, на самом деле, как-нибудь расскажу все-таки, где я работал. Но это уже будет, соответственно, после 25 октября. Я расскажу вам, что такое одна из самых дерьмовых работ на свете. Не в плане конкретно работы, а в плане коллектива. Потому что, знаете вы или нет, но 50% работы у человека состоит из коллектива. И если у тебя коллектив на работе просто полное дерьмище, как у меня, то дальнейшие 50% плюса не имеют никакого значения. Я потом, может, в спектркасте расскажу, потому что у меня были мысли один из подкастов посвятить именно своей работе. Но следующее я не могу, потому что я как бы на ней еще буду находиться. Я уж хочу, так скажем, с чистой совестью потом рассказать о том, что такое дерьмо, да? Подготовить вас к этому всему побыстрее. И, знаете, как-то в начале это все вроде не показывалось наружу. Вот что самое интересное. Я это стал осознавать примерно сначала с марта, потому что устроился в январе где-то с марта этого года. Я начал осознавать это, да, по поводу коллектива. А далее почему-то все пошло по наклонной уже к лету. Именно летом как-то ко мне стали относиться, как будто я, не знаю, я даже не работаю у них там, да? То есть просто к человеку, который зачем-то туда приходит. Ну, я не знаю, это, наверное, странно слышать, да, сейчас? Но, реально, человек, который числится на той работе, ко мне стали с лета почему-то относиться так, как будто я просто рандомный человек, который приходит к ним на работу. Ну, ладно. На эту тему тоже долго говорить не будем. Поэтому, если в этой серии я, ну, как-то отмалчиваться, да, буду, в отличие от остальных, где я там стараюсь комментировать каждую секунду, что происходит. Знаете то, что я просто на небольшой дизморали только. Так, ладно. Я так понимаю, турнир закончен, потому что... Да, это все. 4-0-2-0-2. 10 минут шел турнир, охренеть. Жалко, нельзя как-то скипать эти турниры, потому что это было бы идеально для этой игры. Например, вот у меня сейчас на счете 100 тысяч, да, в андерграунде втором. И какой смысл мне вот сейчас от них, если я даже авто себе новое покупать не буду? Ну, естественно, это бы я мог себе пустить на апгрейды, я говорю про это. Ну, тут я вырезать не буду, тут до гонки добраться 5 секунд. Пожалуйста, пусть 3х будет короткий. Ой, спасибо. Нормально, нормально. Этот подойдет, этот подойдет. Полетели. И снова у нас тут всякие скайлайны. Да блин, да блин. А, вы сейчас рофлите, да? Меня просто развернуло, да? Ладно. Я уверен, что я их перегоню. Я уровень сложности не менял, поэтому проблем никаких не должно быть с этим. А, да, и знаете, почему я перестал опять уровень сложности менять? Я помню, в какой-то серии я их менял даже. Я просто не хочу себе давать какой-то дополнительный вызов от игры. Просто вот я говорил, да, потому что игра для меня достаточно длинная. Вот это. И дополнительно принимать какой-то вызов от этой игры, которая тебе не особо интересна уже. Я считаю это глупо. Это то же самое, как... Это то же самое, как, например, я считаю Half-Life 1. Одной из самых херовейших игр в истории вообще игровой индустрии, да? Если бы я ее проходил на самой последней сложности. То есть я ее проходил на нормале, мне было дискомфортно полностью в него играть. И это то же самое, если бы я его начал проходить на последней сложности. Чтобы моя жопа просто взорвалась в клочья от этой игры. Ну, то же самое еще с второй Underground. Мне нравится, конечно, но из-за того, что она искусственно удлиняется, скажем так. Именно искусственно. То, что тут гонок штук 100, наверное. Туриков еще штук 20, наверное. Дополнительный грайнд, который называется обложки DVD. Которые надо вплоть до 10 понимать. Если бы там до 8 звезд, я еще понимаю, да? А, например, 9-10, это уже на твое усмотрение. Это другое дело. Ну, ладно. По-моему, уже какая-то автология пошла. Так, победа. Минут 50. Да, два скайлайна было все-таки. Не подвели глаза. Так, next. Мы с вами отправляемся вот на этот спринт. На позиции. Спринт. Трек. Поехали. Она крашнулась. Да, по воду дизморали, вы все видели только что сами, да? То, что у меня даже игра крашнулась. Хотя, кстати, этого не было, наверное, пару серий, я думаю. Ладно. Попробуем еще раз. В этот раз все заработало. Погнали. Ого. Я, кстати, такой старт еще никогда не видел. Именно с аэропорта, с терминала. Да, я явно этот спринт-трек гоняю первый раз. Слушайте, ну нормально. Хоть какое-то разнообразие, правда? Вот спринты мне всегда нравились. У какого-то черта, кстати, во втором андеграунде, преимущество отдается кольцевым, а не спринту. Ну, если сравнивать эти два режима. И я вообще не понимаю, почему. Потому что спринт это вполне стандартный режим, такой же, как и кольцевая гонка. Ну, давайте будем честны. Как вы думаете, сколько... Нет. Смотрите, какой режим гонок я проходил чаще всего в карьере? Я думаю, это либо стрит-икс, либо драк-рейсинг. Также недалеко от них отходит дрифтинг. А вот далее уже идут кольцевые. Потому что спринт попросту находится, видимо, в секретных гонках в этой игре. Потому что... Я не могу это никак объяснить. То, что спринт-треки я практически не прохожу во втором андеграунде. Это очень странно. Ну, ладно. Тоже опустим эти подробности. Просто, знаете, игра как-то очень странно построена. В плане того, что... Вот, например, спринт-трек идет... Сколько там? Ну, километров пять, да? Нет, не пять. Например, три с половиной километра. При этом, когда ты идешь на кольцевую, там написано, что один круг составляет четыре с половиной километра. А каким хером вообще спринт, короче, одного круга кольцевой? Это как? Я это никак вам объяснить не могу. Поэтому вот спрашиваю. Как это вообще возможно? Вообще без понятия, вот правда. Да! Это пипец просто какой-то. Это... Если бы меня еще сейчас перегнали, я бы вообще охерел. Что-то сегодня, походу, какой-то жесткий день у меня будет. Очень жесткий день. Дай бог его пережить, как говорится. Так, что у нас там? Углепластиковые капоты. Да, забей на свои капоты. До них еще дойдет, я думаю. Что дальше будем выполнять? Вот как вы думаете? Ну, давайте погнали прям к Северному Нагорю тогда, да? Угу. В общем-то, снова на позиции. Очередной спринт-трек. Так. Ага, въезд у нас тут... Ага, понял. Ну что, погнали? Поехали. Не посмотрел, кстати, сколько километров, но... Размеры карты внушающие были, заметьте. Кстати, все равно до сих пор не понимаю фичу, почему... Они прожимают нитро прямо со старта. Вообще не понимаю почему-то. Ну ладно. Может, конечно, так им виднее. Все дела. Спринты хороши, знаете, чем во втором андерграунде? Они хороши по магистрали. Когда ты набираешь огромную скорость, и... Можно сказать, ты должен ехать просто безошибочно. Да, и желательно вот без таких поворотов еще. Самое главное. Не, ну тут понятно, этот поворот как бы неизбежен. Так, надо трафик сделать. Оп, готово. И еще один уход. И еще один уход от столкновения. Мой любимый трюк с бесконечным нитро. Ну, почти, да. Почти получился. Если по пять, там не пара поворотов. Снова максимум. Почти. А, ладно, полетели. На такой скорости взлететь, блин, можно на самом-то деле. Ё-моё. Обалдеть, как сейчас покидало. Ладно, нормально. Половина трека пройдена. Останавливаться на этом не будем. Блин. То есть, получается... Мне удается сейчас 500 поинтов, да? За то, что я ухожу от столкновения. Надо посчитать, сколько тут вообще поинтов нужно для полного нитро. Сейчас. Надо авто поискать чужое. Ну, примерно 4 палки на 500 поинтов хватает. А, я так понимаю, полторы тысячи поинтов нужно для одной палки нитро полной. Ну-ка, давай сейчас пройдем здесь. Да, все верно. Полторы тысячи нужно для одной палки. Соответственно, 3 тысячи для полного нитро. Понятненько. Ага. Интересно. Ладно. Снова моя любимая локация. Северное дерьмовье. Я не знаю, как еще это дело называть. Так, тут у нас еще плюс 500. Опа, F5. Нормально. И еще. И еще. И еще. Ау. Ну, в принципе, ожидаемо. Ладно. Неплохо. Спринт-трек пройден. Почти 3 минуты, кстати, занял. Я даже удивлен. Немного. Окей. Да, гонка, кстати, была довольно долгой. Это, в принципе, по размеру карты еще было понятно. Так, куда мы направляемся далее? Далее мы направляемся, к сожалению. Простите. Мы направляемся в Северное Нагорье. И оттуда стартуем уже следующие гонки. А вот и мы им. Снова тут. И у нас Street X. Погнали. От некого Борвена. Ну что, Борван, поехали. Toyota Corolla, Tiburon. И что там третье? О, это же Skyline, да? Да, 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 это точно он, я уверен. Давайте, двигайтесь, чуваки. Не одни вы тут едете. Кстати, очень странно, что мне еще не предлагали новые запчасти для авто. Я, конечно, не спорю, что они могут быть доступны только после дуэлей. Именно третьего ловака. Ну, не знаю, хоть какие-нибудь там шины, тормоза. Хоть что-то. Может, конечно, не турбонадув. Может, конечно, не коробка передач. А, я ее купил. Ладно, не трансмиссия, не нитро третья. Ну, хотя бы на управляемость что-то. Не, ну, может, я, конечно, еще не допрошел. Кто знает. Может, прям после этой гонки это все откроется. Всякое может быть. Кстати, после этой гонки надо посмотреть, сколько у меня процентов пройдено уже пятого этапа. В прошлой серии, по-моему, было процентов 20 уже. Я аж удивился, на самом деле. Но проблема в том, что у меня осталось 7 турниров. Понимаете, 7 турниров. Это просто кошмар. Один из них находится в аэропорту. Я, кстати, мог его выполнить, но я просто уже в Северное Нагорье уехал. Но в любом случае, все равно потом возвращаться придется. Поэтому, может быть, в терминал как-то попутно заеду. В тот. Так, с последний круг. Ну и примерно за минуту 30 я прошел всю трассу. А, минут 39, ладно. Окей. Сохраняемся. И смотрим. Апгрейд новый. Углепластиковый кузов. Итак, пройдено 35.29. Я скажу, что это мало. Это еще очень мало. Чуть больше третий этапа пройдено. Так, а гонок сколько? Не считая эту, еще 20 гонок останется, да? Это просто ужас. Ладно. Ну, сейчас будет, кстати, попроще. Сейчас будут гонки, как его, на Северном Нагоре. Там дрифты будут. Они достаточно простые. Просто набрать определенное количество поинтов. Так, а ну двигайтесь опять. Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. В любом случае, кстати, профлига, наверное, не светит уже в этой части прохождения. Но с другой стороны, кстати, по 20% за каждую серию выполнять это тоже нехорошо. У меня такое чувство, как будто скоро я буду, знаете, как проходить это все дело? Я буду вообще в оффлайне проходить этот этап. И подруглю для вас запись, когда, например, этап уже заканчиваться будет. Потому что, ну смотрите, нового вы ничего здесь не увидите, да? То есть, как я гонял гонки, так и гоняю. Поэтому на что тут смотреть, я вообще не понимаю, на самом деле. Ну ладно. Я тебе хотя бы там что-то про авто объяснял. Покупал новые, рассказывал о них. Какие-то апгрейды делал новые постоянно, да? Но я даже винилы не меняю на авто. Просто потому, что мне лень это делать в этой игре. Ну ладно. Лирические подробности. Лирические отступления. Третий круг. Блин. Ладно, нормально. Сюда. Ну, кстати, несмотря на внушающие размеры этого трека, благодаря некоторым характеристикам авто, трассы-то проходят еще более-менее. За 30, там с небольшим. Даже почти за 40, я бы сказал. Ну ладно, нормально. По-другому пока быть и не может, видимо, в этой игре. Блин. Я уже за поворотами перестал следить даже. Или, знаете, реально выкладывать какие-нибудь уже двухчасовые просто серии и не париться. И последние завороты. Далее поедем наверх уже. И готово. 15-ая из 35 гонок выполнено. Возвращение в город. Так-с. Далее. Ну, едем прям по маршруту, да? Погнали. Стоп. А, ну да. А, прям туда поехали, короче. Увидимся уже на месте. Так, я не помню, какая это гонка уже. Там, 16-ая, по-моему, да? Уже из головы даже цифра вылетела. Хотя я ее произносил 5 секунд назад, наверное, для вас. 5-километровый дрифтинг. Ну что, поехали. 120 тысяч надо набрать. Ну, сейчас узнаем. Ну, что способна Мазда RX-8 в таких условиях. Мда. А, классно. А еще уже карту нельзя было сделать. Вот этот трафик, он, конечно, все портит тут. Но мы помним, что тут есть такие бонусы под названием срез. Так вот, когда пользуешься срезом, там идет мультиплеер-бонус огромный просто. Так, давайте сбросим. Вот. И, по-моему, вот этот первый срез, кстати, как раз. Блин. Почти 50-ка набрал, прикиньте. Если б не эта статуя дурацкая. Я просто побоялся в нее врезаться, поэтому скорость сбросил. А, так все, я уже выполнил, можно сказать. Давайте попробуем 50-ка набрать. Наверное. Нет, нет, не наберу. А, оказывается, когда едешь рядом с общественным транспортом, то... Оранжевая зона становится тоже доступна рядом с ними. Понял. Я как-то раньше в эти подробности не вдавался, на самом-то деле. Фантастика. А сотку наберу? Да наберу! Король дрифтинга. Вот и все. 109 тысяч поинтов набрал. Тупо кирилл дрифтинга. Ладно, да я думаю, тут уже можно просто доехать до финиша спокойно. Ничего не случится, ничего не произойдет. Неплохо, согласитесь, да? То, что... 50 тысяч поинтов это было в первом андергаунде на короля дрифтинга. А во втором андергаунде на 100 тысяч. Ну, хотя бы во второй части я смог добиться этого звания тут. Кстати, выше, по-моему, нету ничего. Хоть 500 канабери, хоть миллион. Все равно король дрифтинга, по-моему, это последнее звание, скажем так. Вот это был офигенный дрифтинг. Вау! И мне еще 9к дали. Неплохо. Окей. Еще 19. Ладно, все. Давайте заканчивать эту гонку. У нас там еще на Северном Нагоре подобные дрифты будут. Так, ладно, погнали. Далее. Далее у нас там, да, по-моему, еще один дрифт будет. Твою мать! Она снова крашнулась. Вы теперь понимаете, что случилось бы, если б я записывал все это дело именно внутриигровым захватом? Два раза за одну серию у меня крашнулся NFS. По-моему, именно два раза такого еще не было у меня, согласитесь. И сегодня просто анлаки, день у меня будет. Так мне еще сегодня на работу идти надо будет, прикиньте. То есть, ладно бы, ну, я дома еще как-то был, да? Фиг с ним, я бы этот день просто пережил дома. Ну, вот, вспомните, да, о том, что я рассказывал в начале видео, где-то там, минуте на пятнадцатой. По поводу работы, по поводу дома. И еще сегодня приключился невиданный такой случай, когда у меня два раза за одну серию крашится Underground 2. По-моему, два раза такого еще не было никогда. То есть, у меня сегодня просто какой-то, не знаю, невезучий день будет, походу. Ну, не знаю. У меня просто слова закончились почему-то на этом. Вы знаете, такой знак прям неожиданный чисто упал на меня вот только что. Если сейчас игра крашнется третий раз, это будет просто что-то невероятное. А, еще, кстати, с учетной записью проблема была только что в NFS Underground 2, да? Помните, я перезапускал ее, и мне нужно было заново проходить дрифт-трек и обложку магазина того. Магазин, говорю. Ну, журналы, вы поняли, короче. Господи. Прошу прощения. Так что, да, что меня сегодня ждет, это неизвестно. И время, понимаете, время восемь утра. Поняли, да? Время восемь гребаных утра. И у меня еще день только начинается. Ну, ждем. М-да. Я бы, конечно, погрузил вас, ну, в группе ВКонтакте, мол, порассказывал бы, что еще сегодня со мной могло бы приключиться. Ну, я думаю, лучше этот день просто пережить в своеобразной тишине, знаете? Так что, да. Ну, и, в общем-то, финиш. Финиш. Готово. Готово. Дерьмо, в дерьмо вью. Ну, поехали. Посмотрите на эти лица просто. Вы это видели, да? Какой кошмар. О, давай-давай. Воздушный мешок надо набирать. Вон отсюда. Ну что, начинается снова дрифтинг. Как вы понимаете. Сейчас начинается самый настоящий дрифтинг опять в Северном Нагорье на этом... На этом Северном Нагорье. Так, гонка, по-моему, 4 километра, да, должна идти? Но из-за поворотов она, конечно, продлится еще там километров на 5. Я думаю, из-за того, что меня может занести, я просто в обратную сторону метров на 400 улечу. Ну, такое, кстати, в принципе, может быть. Этого никто не отменял. Кстати, а вот я, например, выставил километры в час на спидометре, да, себе? А если бы я выставил мили в час, то расстояние на треке мне бы показывало тоже в милях? Или все-таки тоже... Или все-таки в километрах? Наверное, все-таки в милях. Потому что так было бы правильнее, по крайней мере. Кстати, что-то я по карте не разобрался. Спущусь ли я в старый город в конце? То есть я имею в виду, нитро мне оставлять или нет? Ну, наверное, нет смысла его оставлять. Ща, вот так, погнали. Обалдеть. Экран настолько в мыли, что... Есть ощущение, что ты сейчас просто взлетишь и под карту провалишься, серьезно. Других вариантов не дано для этого события, в общем-то. Ну, лады. 75%. 2 минуты от трека. Ну, в принципе, я думаю, до 3 минут успею пройти. Все. Да, по-моему, ровно как-то 80% и 2 минуты получилось сделать. Ага. Звуки в игре так и продолжают пропадать. То есть, едешь, двигатель не слышно. Первый в мире автомобиль, в котором не слышно двигателя. Угу. Держу в курсе. Не знаю, по-моему, надо просто поворачивать постоянно, чтобы хотя бы звуки... А, даже звуки поворотов не слышны. Окей. Понял. Окей, погнали-дали. Так. Еще один дрифт-трек. Кстати, радует то, что за эту серию я смогу пройти все спонсорские гонки. Да, я в курсе, что их всего три. Но, поверьте мне, как какая-нибудь цель вот в любом этапе в этой игре... А я уже не вижу просто авто перед собой. Это очень хорошо, когда ты все это дело выполняешь. Итак, последний дрифт в Северном Нагоре. Именно из гонок. И надо будет пройти спонсорскую. Ну что, начинаем. Да. Точнее, уже начал, как бы. Блин. Понятно. Знаете, тут как-то... Тяжело проходить повороты. А можно еще больше трафика, пожалуйста, наспаунить мне? Чтобы я вообще ни один поворот не прошел. Вау, как же много я набираю. Вы только посмотрите. Вау, вау, вау. Вау. Я в курсе, что надо на обочину было ехать. Ну, хоть рядом с ним поднакопил старт своеобразный. Так, 50 уже есть. Нет. Нет. Тормоз. Все нормально, 67. Надо набрать. А, вот столько и хватит. Все. Выполнено. Да, с трафиком, конечно, разработчики вообще не парились, по-моему. Его тут чересчур много. Так, это победа. И далее у нас, по идее, спонсорская, правильно? Да, все верно. Да, все верно. Погнали туда, встретимся там. О, пока ехал. О, пока я ехал, нашел еще один дрифт-трек. Он тут, правда, секретный такой, незаметный сидит. У меня такое чувство, кстати, как будто я мог еще там увидеть секретные гонки. Они просто где-то в углу находились. У меня глаза были вообще направлены не в ту сторону, на самом-то деле. Поэтому я не спорю то, что я их мог пропустить, без шуток. Ну, ладно. Если что, ничего страшного в этом нету. Ну, плюсом, еще одна гонка, раз уж я в Северном Нагоре, правильно? Считайте, ничего там плохого-то и нету. Так, четверть пройдена, 27 тысяч. Ну, примерно, да, 25 я должен был набирать тут. Это понятно. Конечно же, я просрую 11к, которые мне нужны. Ну, да, это же я. Кстати, да, к обочине подъезжаешь. Почему-то оранжевой зоны нету. К ограждениям, вернее. По-моему, оранжевая зона набирается либо на срезах, либо рядом с общественным транспортом. Другого просто не дано тут. Ага, 19. Так, еще немного осталось. Так, 86. Надо еще 14 набрать, примерно. Так, еще чуть-чуть. Ну, буквально. Один разворот хороший дать надо. Что-то типа вот такого. Вот и все. Вот и проср... Нормально. Нормально, нормально. Взял и просрал. Это стандарт. Все, остановка. Отлично. Пускай будет 100 320, правильно? Ну, ладно. А прикиньте набрать результат. Либо 100 000, один. Либо 99 999. Это было бы очень глупо. Угу. В толпе крутятся парни. Да, парни из автомотор. Из камерами, из автомотор. Интересно, они на тебя хоть глянут? Я не вижу в этом смысла никакого. Я, кстати, не понимаю, зачем мы не нарезали столько обложек DVD. Именно рандомных. Потому что... Какой смысл для них фотаться? Чисто... А, ну да, для 100% прохождения игры. Как я мог забыть, точно. Так, что у нас там по процентам? 47.06. Кстати, нормально. Я хотел примерно до 50% дойти в этой серии. Я думал, что на 40% все-таки действительно придется это все дело завершать. Но, оказывается, что-то еще можно сделать даже. Так, ладно, давайте выполним это чудо. А дальше посмотрим. Либо я поеду еще одну гонку выполню, либо на этом все. Эту серию закончим. 40 тысяч надо набрать, видимо. Так. Понятно. Можно сразу заново. Когда такие дрифты выполняешь офигенные. А, нифига себе, дрифт-трек как быстро идет. Да, сразу видно, что спонсорский. Как бы никто и не спорит. Но, по-моему, я немного не укладываюсь уже по результату. Половина. У меня даже половина не побита еще. А хотя нет, нормально. Не, нормально, нормально. Медленно, но верно, иду. Это хорошо. Так, 38. Все, побил. Примерно прям перед последним поворотом это сделал. Все, отлично. Фу, а я боялся. Ну, ладно, трек, в принципе, был быстрый. Сколько там процентов? 49.02. Итак, осталось пройти 15 гонок, 7 турниров. И обложки DVD. Следующая гонка, которая доступна, по идее. А это Street X, вот это? Или автосалон? А так и не поймешь, кстати. Ну, ладно, давайте выполним вот этот спринт. Хотя, погоди. Это не автосалон, нет. Это Street X. Погнали тогда его сейчас выполним. И на этом серию закончим. В общем, что я вам хочу сказать. Я поездку эту вырезать не буду. Я просто вам хочу сказать. Народ, по поводу второго андерграунда. Он мне просто уже поднадоел, понимаете? Я-то его допройду, это понятно. Я никуда от этого не денусь, все-таки. Человек прохождение заказал, вопросов-то нету. Но он мне поднадоел, этот второй андерграунд. Поэтому, если я какие-то изменения введу в следующей части прохождения, то, знаете, основную причину, почему я это сделал? Ну, я говорю, то есть, например, я несколько турниров могу пройти, например, вне записи. Мне просто, ну, эфирное время жалко тратить на это. Так что посмотрим. Вероятность такая маленькая, но все-таки она может быть. Поэтому, если что, причину теперь вы знаете. Давайте выполним последнюю гонку на сегодня. По идее, останется только две части прохождения сделать. Следующие там до 80 где-нибудь процентов добить. И финал. Потом будет, да? Погнали. Какой крутой Nissan... Ой, этот Hyundai Tiburon. Не посмотрел я, кстати, что за трек вообще тут. Ну, ладно. Так, обычное дело. Стандартно. Все стандартно, все обычно. А, 27,7. Нормально. Я считаю, это прекрасное завершение будет. Только немного некорректно то, что останется немного неровное количество гонок на следующей части. То есть, не 15, а 14. Ну, и ладно. В любом случае, 7 турниров, они никуда не денутся. Поэтому... Угу. Может, кстати, даже следующую серию начнем с турниров. Потому что... С ними, правда, надо заканчивать уже. И их надо проходить не к ряду. А постепенно. Лишь бы просто, знаете, не дошло до такого, что я начал записывать серии... Как вот. С перерывами. Я обычно все делаю как-то за один заход. Там буквально за час, да? Но если дело дойдет до... Двух-трех заходов на одну серию... Это будет очень плохо. Поверьте. Это будет огромная трата эфирного времени для меня, на самом деле. Ну, ладно. С вами был Спектр. Это была какая уже? Девятая, по-моему, часть прохождения Underground 2. Надеюсь, вам все очень нравится прохождение. Надеюсь, вы все очень остаетесь со мной. Услышимся в следующем видео. Или в следующей серии Underground. Она, я думаю, будет уже предпоследнее. Давайте посмотрим финальную стату. И, как говорится, не прощаюсь, потому что сегодня видео еще выйдет. Давайте посмотрим финальную стату. 51% этапа выполнен. 14 гонок, 7 лик. Все. Всем пока. А, сказал же не прощаюсь. Ну, ладно.